Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня четверг, 11 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Иакова с 4 главы 7 стих по 5 главу 9 стих. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш добротится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиед. С него плежнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы раскошествовали на земле и наслаждались. Напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите вы и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Дорогие братья и сестры, достаточно длинный отрывок сегодня мы с вами прочитали. И, конечно же, у нас с вами не хватит времени поговорить о всех темах, которые апостол Иаков здесь поднял. Но, тем не менее, постараемся с начала этого отрывка отметить какие-то важные моменты. Итак, начинается сегодняшний отрывок с 7 стиха 4 главы, который звучит так. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двуедушные. Вот здесь, в этом моменте, в этих стихах, важно ответить, дорогие братья и сестры, то, что апостол Иаков в 8 стихе призывает приблизиться к Богу, и, соответственно, Бог приблизится к ним, к этим людям, к которым апостол Иаков обращает свое наставление. По большому счету, о чем идет речь? Речь идет о том, что Бог всегда близко находится от человека. Бог никогда от человека не прячется, Бог всегда рядом, Бог всегда деликатно, как сказано в апокалипсисе, стучится в сердце человека и предлагает свои отношения, да, личные отношения с Богом, предлагает, чтобы человек услышал волю Божию о себе. И единственной причиной, по которой человек не с Богом, не слышит Бога, не находится рядом с Богом, не идет по жизни с Богом, является только та, что сам человек лишает себя этого общения. Сам человек к Богу не движется, не приближается. А как мы знаем, в христианстве есть понятие синергии. Бог делает свою часть работы, Бог приближается к человеку, Бог объективно уже даровал человеку спасение через Иисуса Христа, но человеку со своей стороны нужно выйти навстречу, нужно использовать плоды этого спасения, нужно принять это спасение. Без некоторой воли человека, без усилия человека, без того, чтобы раскрыть свои глаза и увидеть эту любовь Божию, конечно же, плоды спасения не будут доступны человеку. И дальше во всем стихе призыв. «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Ну, во-первых, сказано «очистить руки грешники», но это, может быть, в каком-то смысле связано с практикой ритуальных омовений. Конечно же, сами руки, да, как и любые другие части тела, органы чувства не являются, скажем, да, источником греха, просто символически умывая руки, человек очищал себя от греха. Ну, практика таких ритуальных омовений и рук, и вообще всего тела, она существовала во многих религиозных традициях. А дальше сказано «исправьте сердца двоедушные». Ну, сердце, напомню, это с точки зрения аскетики, с точки зрения христианской антропологии, это не то, что называется сердцем в анатомии, то есть тот орган, который гоняет кровь по человеческому организму. Сердце – это сердцевина, собственно, да, однокоренные слова, да, сердце – сердцевина или центр человеческого бытия, человеческого существа. И Бог всегда общается с человеком через сердце. Об этом мы с вами уже не один раз говорили, в том числе вспоминали высказывания святеотеческие на эту тему. И дальше девятый стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль, смиритесь пред Господом, и вознесет вас». О чем здесь идет речь, дорогие братья и сестры? Конечно же, речь идет не о том, что, в принципе, христианин должен быть плачущим, рыдающим, печальным, грустным. Нет, вообще-то мы знаем, что в Евангелии Господь всегда нас призывает радоваться, и апостол Павел неоднократно говорит о том, что христианство – это радость. Хотя бы его знаменитое наставление в послании к фессалоникийцам, в первом послании к фессалоникийцам, где он говорит «сегда радуйтесь». А тема радости занимает огромную роль в послании к филиппийцам, об этом мы тоже помним, мы читали с вами это послание. Конечно же, здесь апостол Иаков говорит о другом, о том, что если человек живет неосознанно, неосмысленно, неглубоко, если он пытается пустоту своей жизни заполнить каким-то, так сказать, суррогатом, суррогатной радостью, так скажем, ненастоящей мнимой, лживой, лукавой радостью, смехом, какими-то, может быть, развлечениями, уходя от глубокого осмысления жизни, то, конечно же, такому человеку для начала, для того, чтобы, так сказать, встряхнуться, иногда необходимо увидеть себя, свою жизнь, свою жизнь ненастоящую, призрачную, серую, неглубокую, поверхностную, соответственно, и, может быть, действительно совершить оплакивание вот этой жизни, да, и в этот момент, конечно же, смех обращается в плач и радость, печаль, но это вот именно в момент обращения, в момент покаяния, когда человек решает отойти от старого, изменить свою жизнь, оставить старое в прошлом, но потом, конечно же, по мере приближения к Христу, к Богу, человек наполняется радостью о Господе, потому что радость – это, как мы помним, один из плодов Святаго Духа. Поэтому, в принципе, христианин – это ни в коем случае не грустный, постоянно плачущий, ноющий человек. Нет, ни в коем случае. Это человек, как раз, наоборот, знающий, что радость о Господе и любовь Господня – они превыше всего. И нет ничего более ценного в этом мире, чем плоды Духа Святаго и, в первую очередь, любовь, радость и мир. И далее, смотрите, 11 стих, братья и сестры. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Очень важные слова, дорогие братья и сестры, которые нас обращают к заповеди Господа относительно того, что человек не имеет права судить, произносить окончательное суждение. Не мы законодатели, не мы судьи, а законодатель и судья один – Господь. И поэтому нам нужно очень быть аккуратными в произнесении тех или иных суждений. Нам иногда очень хочется, причем ревнуя, как бы о православии, православной этике, морали, кого-то осудить, на кого-то повесить ярлык, поставить на ком-то даже, может быть, иногда крест. И мы думаем, что мы имеем на это право. Но апостол Иаков нас здесь отрезвляет, говоря, что каждый человек может глядеть только внутрь своего сердца, смотреть только на свой путь, на свою дорогу. А дорогу другого человека, даже если она нам кажется неправильной, будет судить только сам Бог. Это, может быть, нам кажется, что так нельзя и вообще происходит что-то неправильно. Но мы же не знаем всего пути. Может быть, это тот этап, который необходим сейчас в жизни человека. И сегодняшняя, так скажем, Мария Египетская лудница может стать завтра преподобной Марии Египетской. И сегодняшний гонитель Саул может стать завтра великим апостолом Павлом. И наоборот тоже бывает, когда человек не спадает с какой-то высоты. Поэтому не наше дело произносить суд. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из соборного послания апостола Иакова с 4 главы 7 стиха по 5 главу 9 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. О Божие, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова